Тема моего доклада связана с лекарственным обеспечением. Лекарственная терапия, так можно сказать, лекарственное обеспечение пациентов имеет важное значение при оказании как амбулаторной помощи, так и в стационарных условиях. И врачи, назначая лекарственную терапию, зачастую сталкиваются с целым рядом сложных для себя вопросов. Например, когда врач должен назначить препарат, который не входит в порядок, стандарты или клинические рекомендации. Когда, например, врач должен назначить препарат, который не зарегистрирован в Российской Федерации. Или, допустим, препарат, который по схеме оффлейбл. Сегодня мы рассмотрим только ситуацию, что касается применения препаратов по схеме оффлейбл. Есть такое определение, которое дано Американским управлением по контролю качества. Суть его заключается в том, что, как вы, наверное, прекрасно все знаете, данное понятие предусматривает, когда пациенту назначают препарат либо не в той дозировке, которая предусмотрена в инструкции, либо не по тем показаниям, которые предусмотрены, либо не той группе пациентов, которые также предусмотрены в этой инструкции. На сегодняшний день основные нормативные правоакты, которые регламентируют порядок предоставления лекарственных средств, это, конечно, два основных закона, их приказов значительно больше. И вообще государство на сегодняшний день гарантирует в рамках программы госгарантии предоставление пациентам лекарственной терапии или лекарственных средств как в амбулаторных условиях, так и в стационарных условиях. Существуют вообще две группы, которые придерживаются. Одна группа придерживается экспертов о том, что применение препаратов в лейбл не допускается. Вторая, естественно, группа, которая еще полагает, что допускается. На чем основана позиция первой группы? У нас в законе об основах сказано, что медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками и стандартами. Ну и теперь добавлены клинические рекомендации. В каждом стандарте, который утверждено Министерством здравоохранения, предусмотрена формулировка. Вот это то, что вы видите на слайде, это прямо взято из стандарта, что лекарственные препараты для медицинского применения зарегистрированы в территорической федерации и назначаются в соответствии с инструкцией. Соответственно, и первая группа экспертов, которые говорят, что поскольку это все предусмотрено с инструкцией, то соответственно назначение препаратов не по инструкции, не предусматривается. Мало того, если мы посмотрим, есть такой известный знаменитый приказ 203Н об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи, то мы увидим, что критерии качества как применения в амбулаторных условиях, так и в стационарных предусматривают использование лекарственных средств в соответствии с инструкцией. Казалось бы, данная позиция достаточно обоснованная. Но почему мы считаем, что все-таки данная позиция ошибочная? Дело в том, что мы хотели бы обратить внимание, что в тех же, кстати, стандартах медицинской помощи, о которых мы говорили, предусматривается, там есть второй пункт, в котором говорится о том, что медицинские лекарственные средства могут назначаться по решению врачебной комиссии. Их система у нас устроена, у государства таким образом, структура, в частности, законом в основах предусматривается, что пациенту в том случае, если нужно назначить препарат, который не входит в стандарт или в иных ситуациях, когда медицинское сообщество в виде леча врача полагает, что необходимо, то данное решение принимается на основании врачебной комиссии. Соответственно, мы полагаем, что решение данной ситуации возможно при прохождении процедуры. Поэтому при наличии ситуации, когда врач полагает необходимость применения препарата просто принимается решение врачебной комиссии, потому что в данную компетенцию врачебной комиссии входит как раз разрешение вопроса по лекарственным препаратам. Как вы видите прекрасно из слайда, что в соответствии с законом предусматривается, что врачебная комиссия также решает вопросы в отношении препаратов, которые не входят в стандарт. Но, кстати, я хочу обратить внимание, что в соответствии с 502-м приказом Министерства здравоохранения, в рамках которой регулируется деятельность врачебной комиссии, врачебная комиссия может рассматривать вопросы, связанные с лечением, не только в случаях, если нужно решить вопрос по поводу лекарственных средств, которые не входят в стандарт. Какие же принципы должны применяться, использоваться при назначении препаратов? Естественно, пациент, мы все прекрасно знаем, что пациент у нас, соответственно, даже который получает медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования, обладает правом потребителя на информацию. Соответственно, пациент должен быть информирован от того, на основании чего принимается решение назначения данного препарата, об эффективности данного препарата, относительная безопасность, какой эффект должен быть достигнут при применении данного препарата. Также пациент должен понимать, что альтернативные возможные методы и также их эффективность, их альтернативных методов, я имею в виду, когда применяется препарат не off-label. Одним из основных еще принципов применения препаратов off-label является индивидуальная непереносимость и жизненные показания. В некоторых ситуациях, кстати, законодательство допускает тогда, когда еще есть такое понятие, когда есть эффективность оказания медицинской помощи. Не только по жизненным показаниям и индивидуальной непереносимости, а тогда, когда данный препарат позволяет достичь эффекта более выраженного, более быстрого, может быть, в какой-то ситуации. Это тоже так же допускается. Мы уже говорили об этом, что имеет место быть решение врачебной комиссии. Обязательно должна быть запись в медицинской документации о том, что имеет место быть заседание врачебной комиссии. Протокол врачебной комиссии должен быть достаточно полным и объективным. К сожалению, это одна из больших проблем о том, что протокол врачебных комиссий медицинскими организациями составляется достаточно плохо. Не в плане шапки, кто участвует и так далее, а на предмет обоснования. К сожалению, это большая беда. Причем это большая беда не только небольших медицинских организаций, но и, к сожалению, крупных федеральных центров, которые даже располагаются в Москве. Имея возможность знакомиться с такими протоколами врачебной комиссии, к сожалению, вынужден это констатировать. Ну и, естественно, решение о применении препаратов в лейбе вносится в журнал врачебной комиссии. Но это по 502 приказу. Ну о том, что я уже сказал, здесь практически в слайде все это отражено. Еще раз, это необходимости применения лекарственного средства, обожидаемой эффективности, безопасности и действиях. Да, очень важный момент о действиях в случае непредвиденных эффектов. В случае нахождения пациента в стационаре это проще. В случае, если пациенту выдается препарат на амбулаторном приеме, то, соответственно, пациент должен быть более проинформирован о том, как себя вести в случае, если возникнет какая-то побочная реакция. И, конечно, необходимо получать подпись пациентов после проведения процедуры ознакомления пациента с возможными последствиями, которые возможны от применения препаратов в лейбл. В конце я хотел бы обратить ваше внимание, что, кстати, один важный документ, хотя он называется письмом, вот его реквизиты, «Направление клинических рекомендаций искусственного прерывания беременности на поздних сроках по медицинским показаниям при наличии аномалий развития плана». Почему сегодня мы демонстрируем его? Дело в том, что именно в рамках этого письма Министерство здравоохранения приложило форму согласия, добровольно информированное согласие по применению препаратов в лейбл. Если вы поднимете это письмо, то там есть форма. Это еще раз подтверждает то, что Министерство здравоохранения допускает применение препаратов в лейбл. В этом письме в самом конце представлена форма информированного согласия, которая рекомендована для применения в этой ситуации, когда имеет место быть медикаментозная процедура прерывания беременности. Но в нашей ситуации вы можете взять ее за основу. Если у вас нет сил и возможности разрабатывать, вы можете ее доработать, что называется. Но лучше, конечно, если вы разработаете более подробное информированное согласие с учетом тех нюансов, которые мы описали. Я прокомментирую чуть дальше. Можно вернуться к предыдущему слайду? Спасибо. Да, сейчас отвечу. Значит, письмо – это не нормативный документ, конечно, интересуется Андрей Петрович. Нет, это на самом деле очень интересная форма жизни вообще всех федеральных органов исполнительной власти, письма, которые адресуются той отрасли, чьим регулятором Минздрав в данном случае выступает. Тем не менее, это документ, который критически может быть оценен судами в том или ином случае, в том случае, если он применяется, например, и идет как-то в разрез с нормативным регулированием федерального, так сказать, нормального уровня. То есть постановление правительства, приказы Минздрава, если мы говорим о Минздраве, федеральное законодательство, именно федеральные законы. Но, тем не менее, до тех пор, пока эти документы не оспорены, по установленным законам порядки, и до тех пор, пока суды критически не высказались, если не выявлено какое-то действительно очень яркое несоответствие, которое не позволяет применять письмо, оно применяется теми учреждениями здравоохранения, которые находятся в ведении Минздрава. На мой взгляд, письма Минздрава категорически не должны применяться, точнее, неправильно я выразилась, они могут применяться на усмотрение по доброй воле для медицинских организаций, которые не находятся в ведении Минздрава, и это в зависимости от того, хочет медицинская организация их применять или нет. Но в развитии сообщения Алексея Николаевича я хотела бы вот что заметить. Вернуться к тому тезису, который он высказал относительно действительно разных очень точек зрения относительно возможности применения препарата оффлэйбл и возможной ответственности за применение этих препаратов. Мы на протяжении многих лет, я думаю, что лет шесть, нас приглашают читать похожие темы на тематических конгрессах клинических фармакологов. И на как раз теме оффлэйбл собирается большое количество педиатров. Из чего мы сделали вывод, что массовое назначение препаратов оффлэйбл есть в онкологии, мне это известно достоверно, и очень много в педиатрии. Поэтому эта тема не является теоретической, потому что тогда, когда врач стоит перед выбором, применять ли ему препарат оффлэйбл, который не прописан по той схеме, которая не указана в инструкции, либо четко следовать тому стандартизированному протоколу, вот этому скрипту, который дают, в том числе и тот же самый Минздрав, или не Минздрав, протокол стандарта или клинические рекомендации, это уже не он, тем не менее, там тоже существует процедура согласования, разрешение. И врач хочет понимать, вот здесь и сейчас может ли он это назначать, и вы можете тоже с интересом, наверное, последить за этой дискуссией, юристов разного свойства, относительно того, можно ли это применять или нет. И когда мы читаем у наших коллег какие-то теоретические такие вещи относительно того, что это запрещено, действительно много на что можно опереться. Алексей Николаевич это все привел, действительно, это и федеральный закон 323, и порядки стандарта, и клинические рекомендации, и четкое следование инструкции. Инструкция, которая является частью регистрационного дела лекарственного препарата, это официальный документ. Это с момента, когда лекарственный препарат официально зарегистрирован в Российской Федерации, разрешен к применению. Тем не менее, в качестве примеров, которые ведут к действительному привлечению к ответственности, причем разного рода, административный и уголовный в том числе, приводятся примеры, которые не являются применением препарата оф-лэйбл. Например, введение 10-процентного лидокаина вместо 2-процентного внутривенной. Это оф-лэйбл? Ну, разумеется, нет. Конечно, это не так, как по инструкции. То есть это можно сказать, что соответствует формальным признакам оф-лэйбл. Тем не менее, это грубый дефект, то есть вне зависимости от того, каким образом производитель урегулировал по возрастной категории, дозировку и так далее. Это в любом случае дефект применения препарата. Но есть способ в случае спора, я так как судебник все буду к этому подводить, в случае спора доказать не только формальную возможность применения препарата оф-лэйбл, но еще и теми процессуальными процедурами, которые у нас предусматривает закон, освободить медицинскую организацию либо конкретного врача, если речь идет об уголовном деле, от ответственности. И делается это путем включения в состав экспертной комиссии в случае, если назначается судебно-медицинская экспертиза, клинического фармаколога, потому что они как раз великолепно знают, что такое применение препаратов возможно, нужно, часто оправдано, потому что любые экспертизы Росздравнадзора, например, которые анализируют медицинскую документацию, неизбежно приведут к выводу о том, что препарат применен неправильно, потому что он применен нарушение инструкции. Росздравнадзор никогда не пойдет в своих оценках шире, нежели ему предписано теми стандартами, в рамках которых он работает. Он не может оценить клиническую эффективность применения этого препарата в отношении данного пациента. Росздравнадзор, так же, как и Роспотреб, являются достаточно формальными органами, которые не дают правовую оценку в широком смысле. Клинические фармакологи ведут определенную работу, в том числе главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга, Александр Кирилевич Хаджидис, который выходил в Минздрав не раз с инициативой относительно урегулирования оффлэйбл, применения препарата специальным актом. То есть не таким образом, как Алексей Николаевич привел, то есть где-то во всем массиве законодательства нашлось что-то, что не является совершенно верным нормативным актом, который хоть где-то пишет, что оффлэйбл возможен. То есть наконец-то, в данном случае не законодатель, а регулятор. Минздрав направил прожектор в эту очень серую зону и увидел, что оффлэйбл есть и что оффлэйбл можно применять. И теперь действительно, не очень давно этот документ появился, в декабре 2018 года, но в случае споров, по крайней мере, медицинская организация может опереться на то, что оффлэйбл в принципе применения возможно. И дальше уже в зависимости от той или иной медицинской и правовой ситуации, в которой она находится, уже доказывать возможность, необходимость, эффективность, допустимость применения этого препарата. Поэтому, резюмируя, применение препарата оффлэйбл совершенно точно, железно, возможно, злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. Но в том случае, если это оправдано клинической практикой, есть научные исследования применения, есть жизненные показания, непереносимость препаратов, которые, так сказать, в перечне жизненно важных, например, препаратов находятся, или в любом случае, зарегистрированные и в соответствии с инструкцией должны быть применены, но не могут быть применены в отношении данного пациента. При соблюдении всех тех процедур, которые тоже на слайдах были продемонстрированы относительно врачебной комиссии, фиксации в меддокументах, информирование пациента со всех сторон, потому что это не типичная ситуация, и информирование, несмотря на то, что это медицинские работники, насколько мне известно, достаточно поверхностно к этому относятся, это довольно несмотрительно в нынешних правовых реалиях, поэтому, конечно, это все необходимо фиксировать, и доказать это с легкостью можно. Совсем недавно мы прошли через тяжелое дело в Смоленском районном суде, неонкологического свойства, судилась мама по 22-летней погибшей девушке, которая скончалась в городской клинической больнице номер 31. Мы представляли больницу, и скончалась она вследствие гемолитико-юремического синдрома. Весь спор свелся к тому, был ли он типичным или атипичным, в зависимости от этого речь шла о применении препаратов. И там, в том числе, городская клиническая больница применяла два препарата оффлэймбл, которые шли в разрез с той инструкцией, которая была, в том числе реополиоглюкин, достаточно многим известный препарат, такой не новый на рынке. И проверки административные, которые были проведены по этому делу, они показали, естественно, нарушение, потому что это, безусловно, нарушение, производитель не позволяет применять этот препарат, таким образом. Но поскольку он довольно древний, этот препарат, естественно, медицинская наука, видимо, считает, что его можно применять в разнообразных других ситуациях, что и было сделано. И уже путем оценки с помощью клинических фармакологов и с помощью клиницистов, которые были в составе экспертной комиссии, урологов и нефрологов, соответственно, доказали гематологов, что применение данного препарата, несмотря на то, что оффлэйбл, нарушением не является, являлось допустимым и оправданным. Поэтому применяйте, несмотря на то, что с соблюдением всех этих правил, несмотря на то, что действительно есть очень активная и достаточно агрессивная позиция относительно недопустимости применения этих препаратов оффлэйбл. Вот в этой части, наверное, Я только дополню, для того, чтобы минимизировать риски применения экспертами доблестных страховых компаний по применению кодов-дефектов, предусмотренных 230 приказом, который скоро уже перестанет действовать, наличие протокола врачебной комиссии и информированного согласия будет являться гарантией того, что вы сможете, ну, к сожалению, может быть, иногда в суде отстоять свою позицию по поводу, во-первых, применения данного, допустимости применения данного препарата, а второе, для того, чтобы не допустить применения тех дефектов, которые эксперты страховой компании достаточно часто пытаются применить по предъятию третьему приказу 203 Н. Все, спасибо. Продолжение следует...